День сотрудников военных комиссий Коллектив Заинского военкомата с профессиональным праздником поздравило руководство района. 8 апреля отмечается 106 лет со дня образования военных комиссариатов в нашей стране. С профессиональным праздником в этот день коллектив Заинского военкомата поздравил глава района Разив Каримов. Мы в январь, февраль, март выполнили задачи, план военных комиссариатов и комитет министров республики Татарстан на 100%. Работаем над планом апреля. Я думаю, все у нас получится. И, конечно, хочется пожелать уже я последний год-два. Желаю всем своим близким, друзьям только два пожелания. Во-первых, это здоровье и, конечно же, как бы ни было, мы говорим, мирного неба над головой. Также Разив Каримов провел церемонию награждения. Среди наград, благодарственные письма и почетные грамоты. За личный вклад в решение поставленных задач по выполнению плана. По отбору кандидатов на военную службу по контракту. За плодотворное сотрудничество, профессионализм, трудолюбие, добросовестное выполнение своих обязанностей. Также за высокий профессионализм и другие награды. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Новости, Заянска. Заянская школа номер 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья принимает участие в сборе гуманитарной помощи для специальной военной операции. Ученики школы начали шить пижамы для госпиталей, изготавливать костыли и обереги. Красный цвет – это линия жизни, цвет крови. И чтобы вот эта ленточка в виде креста защищала наших бойцов, оберегала их. И напоминала, что мы ждем их возвращения домой с победой. 30 оберегов и дептички с красной ленты уже изготовили дети из школы Заянска. Их делают на уроках труда в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. С пятого по девятый класс девочки. Их мало, конечно, у нас в школе, но мы рады, что у нас девочки очень любят шейное дело, стараются. Работают быстро, аккуратно. Ну, наверное, штук 30 уже сделали. Образ птички был выбран не случайно. Она символизирует приход весны с вестью на крылышках о победе. Берем ниточку, делаем шею, потом берем опять импантин, делаем туловище и потом делаем основной оберег, красную ленточку. На уроках профильного труда школьники сшили 17 комплектов пижам. Их отправят в госпитали. Раскроем изделия занимаются педагоги, а дети сшивают. А столярной мастерской вот уже вторую неделю не смолкает звук станков. Здесь мальчишки старших классов делают костыли. Их тоже отправляют в госпитали, где бойцы проходят лечение. Ребята под руководством своего наставника, учителя профильного труда Бориса Тулынина, сами разработали проект и начали делать костыли. Наша задача заключается в том, чтобы подготовить детали. Вот такую рейку. Значит, сверлят они сами. И шлифуют сами, выжигают и сами собирают. Вот, смотрите, это у нас наши дети все делают. Кто помладше строгает заготовки, шлифует, а мальчики девятого класса работают электроинструментом. Это мы делаем для военных, которые лежат сейчас в госпитале, для их помощи. Это несложно, это легко. Мы выжигаем, сверлим. На каждом изделии фирменный знак. Его на уроках выжигают самые маленькие мастера. Вот деталь одна из них. Вот здесь написано «Займ с вами». Это значит, мы пишем для того, чтобы знали, кто делает костыли, какая школа делает костыли. И поддерживали, что мы их поддерживаем. Ребята откликнулись на это очень, значит, я бы сказал, с удовольствием. На станках мальчики работают под руководством учителя технологии Рустема Файзулина. Пока дети изготовили 12 пар костылей, но уже сейчас для них готов заказ на сотни. А самые маленькие ученики школы, которые пока не доросли до уроков профильного труда, пишут бойцам письма, которые тоже отправят на фронт. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Новости Зайнска. О других новостях. У мусульман подходит к концу священный месяц Рамадан. Во многих деревнях Зайнского района принято проводить каждый день ифтары в местных мечетях. Наша съемочная группа побывала на субботнем ифтаре в деревне Оксарина. В субботу вечера в мечети деревни Оксарина было оживленно, впрочем, как и в каждый вечер священного месяца Рамадан. Здесь есть добрая традиция – семьям проводить ифтар. На разговение приглашаются не только члены семьи, но и все желающие. В субботу ифтар проводили семьи Карамовых и Калимулинах. Сегодня по графику наш день две семьи мы сегодня собрались. Около 70 человек у нас будет. Значит, все организовано. И все люди сознательно, свои, значит, сами приходят. И сегодня будет, значит, организован наш ифтар. Этой доброй традиции уже много лет. В местной мечети, имамом которой является Ильсур Хазрат Гатин, созданы все условия для проведения ифтаров. Есть возможность отдельно, согласно правилам, разместить мужчин и женщин. Есть повара, которые готовят угощения. Обычно на ифтаре бывает до 80 человек. В общей сложности за месяц Рамадан здесь уже побывало 1300 человек. Читаются молитвы, проповедь, а самое главное – люди собираются все вместе, чтобы вознести хвалу Аллаху. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Новости Заинска. Священный месяц Рамадан подходит к концу. Праздничные мероприятия пройдут в Центральной мечети. 10 апреля у мусульман закончится священный месяц Рамадан. Мусульмане в этот день будут отмечать праздник Ураза-Байрам. Основные праздничные мероприятия пройдут в Центральной мечети. В 7 часов утра будет прочитана проповедь. В 7.30 состоится праздничный намаз. Верующих с окончанием поста поздравят руководство района. В завершение состоится угощение. У верующих принято в течение трех дней после праздника ходить в гости, посещать родных и близких, а также посещать кладбище. Принято в эти дни готовить угощение с блинами. Елена Маврина, Максим Майоров, Новости Заинска. Для жителей деревни Аксарина в местном клубе в минувшую субботу прошел благотворительный концерт. Его уже второй год подряд организует уроженец села Рушат Зинатов. Вот уже второй год подряд в деревне Аксарина проходит благотворительный концерт, который организует Рушат Зинатов. Он родом отсюда, но не забывает родных мест. В этом году благотворительный концерт Рушат организовал в честь жителей деревни Аксарина, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Главная цель, цель номер один, это как-то хотя бы с помощью творческих друзей помочь нашим землякам, моим относельчанам, которые на данный момент находятся на территории СВО. Пока есть такая возможность с помощью артистов татарской эстрады организовать такие концерты. И цель номер два, я считаю, это еще раз увидеться, встретиться здесь с относельчанами. В зале не только местные жители. Вход был открыт для всех. Здесь и те, кто живет в соседних деревнях, в Нижнекамске, в набережных Челнах. Зрители могли увидеть выступления артистов татарской эстрады. Певец Рамиль Зинатулин, баянист-виртуоз Ренат Насыров, солист Азат Зардинов, певица Зуфия Тимирова и лауреат премии Булгар-радиосы Рамиль Галимзианов. Все средства были переданы родным участникам специальной военной операции. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Заянска. С 1 апреля стартовала подписная кампания на районные газеты «Заев и Клары» и «Новый Зай» на 2-е полугодие. Спешите подписаться на любимые газеты. В филиале акционерного общества «Татмедиазайнский информ» стартовала подписная кампания на 2-е полугодие. Районных газет «Заев и Клары» и «Новый Зай» по-прежнему ждут своих верных читателей. Мы порадуем вас как уже полюбившимися темами, так и новыми проектами. Газета «Новый Зай» на протяжении 89 лет пишет историю района, пишет о Заянцах, о талантливых наших земляках. В этом году мы реализуем несколько новых проектов. Это патриотическая тема «Я люблю Родину». И второе – это «Приверженцам здорового образа жизни» будет близка эта тема. Это «Секреты долголетия». Цены на подписку остались на прежнем уровне. Подписаться можно в редакции газет 550 рублей. Для организации подписка будет стоить 650 рублей. Оформить подписку можно через почту 906 рублей 36 копеек. Для организации 996 рублей 42 копейки. Цены на районные газеты мы постарались оставить на прежнем уровне. Приглашаю всех участвовать в благотворительной подписке. Подписывайте своих родителей. Подписывайте своих знакомых, соседей, кто нуждается. Спешите подписаться на любимые газеты, чтобы быть в курсе самых свежих новостей города и района. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Заянска. На 109 году жизни не стала старейшей жительницей Татарстана и нашего города. В Заянске скончалась Антонина Чижова. Она родилась еще во время Первой мировой войны. Труженица тыла, вдова фронтовика и старейшая жительница республики. Она родилась во время Первой мировой войны и умерла в понедельник, 8 апреля. Антонина приехала в Заянск из Казахстана вместе с сыном, который участвовал в строительстве Заянской ГРЭС. Последние годы Антонина Чижова жила под присмотром родных и социальных работников. Это были все новости на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды на ближайшие дни. Ну и я прощаюсь с вами. До встречи. По прогнозам синоптиков, 10 апреля в Заянске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный умеренный. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Температура воздуха днем 15, ночью 4 градуса со знаком плюс. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!